Сегодня свою работу продолжила 32-я сессия Государственного Совета. Неделю назад депутаты не успели рассмотреть все вопросы повестки дня. Часть пришлось перенести на сегодня. Но за 7 дней прибавились и новые. Что обсуждали сегодня народные избранники в репортаже Татьяны Молоковой. Из депутатов а вице-премьера. Именно так изменилась судьба Михаила Резникова, депутата Государственного Совета Чувашии. Еще неделю назад он был и руководителем одного из крупнейших предприятий республики. А сейчас заместитель председателя кабинета министров, курирующий в правительстве промышленность. Михаил Резников кандидат технических наук по образованию, инженер-механик. Сейчас готовит докторскую диссертацию. Он был избран в парламент республики по единому избирательному округу. И в ближайшее время фракция Единой России в госсовете. И региональный полицовет назовут имя человека, который займет место Резникова. Три года было с вами. Пройти эту школу, депутаты Государственного Совета, для меня это было очень важно, очень достойно. Я хочу сказать спасибо вам всем за взаимоотношения, за помощь. Самое главное, что на этой должности нужно пахать и пахать. И там достаточно очень много работы, и работы интересные. И самое интересное, что эту работу в большей степени я ее знаю. Свои знания я потрачу на то, чтобы, находясь в этой должности, я не просто на ней находился, а сделал что-то полезное, новое для республики, для промышленности, для сельского хозяйства. Депутаты обсудили и проект закона об особенностях составления и утверждения проектов бюджета. В конце сентября президент России подписал закон о приостановлении действия пунктов бюджетного кодекса, в котором говорится о трехлетнем составлении бюджета. На федеральном уровне сегодня заблокированы бюджетные правила. Это правило гласило о том, что цена на нефть за три года суммировалась предыдущей, поделилась на три. И эта сумма, которая получалась, прогнозировалась в бюджете следующего года. Сегодня мы понимаем, что если суммируют цену на нефть за предыдущие три года, мы никак не уйдем в те цены, которые сегодня имеются. По факту. Раз. Соответственно, мы должны жить в том бюджете, который у нас сегодня есть. Это первое правило. Второе правило, или второе изменение, это мы сокращаем срок рассмотрения бюджета с 55 дней, которые сегодня имеются в регламенте, до 35 дней. Обусловлено это, в первую очередь, тоже динамикой. Мы должны очень динамично двигаться сегодня, быть в тренде экономики, как мировой, так и федерального законодательства. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.